Итак, доброе утро, дорогие друзья! Шавуатов! Хорошая неделя всем! И мы начинаем, продолжаем, вернее, продолжаем изучать притчи царя Соломона. Кто не спит, кто готов. Сегодня воскресенье 3 января. Да, 3 января. Всем привет-привет, доброе утро! И кто готов изучать божественную мудрость, мудрость великую, мудрейшего из людей царя Соломона, с моей помощью, значит, welcome, welcome. И я думаю, на всякий случай, все, кто на моей личной странице в инстаграме смотрят эти уроки, подпишитесь обязательно в инстаграме на страницу воикроплатформа, называется, воикроплатформа. И, значит, возможно, что я не буду на личной странице больше проводить уроки, я сейчас вот думаю на эту тему, буду проводить только в фейсбуке на странице воикра и в инстаграме на странице воикра, потому что есть у меня личная страница, и есть у меня страница, где мы изучаем Тору. И я вот как-то думаю, кстати, Тора, это должны ее изучать евреи. Обязательно Тора, это еврейская мудрость, еврейская религия, это то, что евреи обязаны изучать. И да, и я вот, моя личная страница, не знаю, в общем, на всякий случай подпишитесь. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучать 29 главу, 29 главу притчи царя Соломона, и сегодня мы дошли до 19 отрывка, говорит нам царь Соломон. Говорит он в следующую вещь нам, что словами не исправить раба, словами не исправить раба, явин ве-эн-мане, он поймет, но отклика не будет. Представляете? Поймет раб, но отклика не будет. Сейчас нам с вами, жителям современного мира, очень сложно понять, что раньше были рабы, представляете? Это как-то в голову не влазит современному человеку, что раньше было, вот буквально, когда раньше? В Америке отменили рабство, Авраам Линкольн воевал, гражданская война в Америке, где-то лет 150 назад прошло. Но еще до 50-х годов, до 50-х годов, представьте, этого века были в Америке места специальные для белых и для черных. То есть черные вообще в автобусах в некоторых штатах не могли ездить на местах для белых. И там была целая женщина, вошла в историю, не помню, как ее фамилия, которая черная женщина, она села на места для белых. И, значит, это был какой-то переворот в общественном сознании. Как? А представьте ситуацию, представьте ситуацию еще раньше. Давайте вернемся еще раньше. 1861 год, отмена крепостного права в России, когда были крепостные, которых продавали целыми деревнями. А давайте вернемся еще раньше, где-то лет 300 назад, когда белые приезжали, забирали черных из Африки и продавали черных в рабство просто вообще, да? А давайте вернемся еще раньше. И окажется, что во всем мире где-то лет, получается, в Европе уже лет 500, наверное, нет рабства, а во всем остальном мире рабство, оно было узаконено на протяжении тысяч лет. Значит, кто такой был раб? Раб это был человек, который вот в Риме в древнем, в Греции в древней, да? То есть рабы это были, они были как в статусе, как животные. То есть их продавали, их покупали, их заставляли работать, но они были просто по статусу, просто как животные, да? Даже вот в Индии есть секта неприкасаемая, да? К ним нельзя было прикасаться даже некоторым. Представляете? Жуть вообще, какой был мир и в какое счастливое время мы живем, потому что мы свободны, у нас есть интернет, фейсбук, инстаграм, свобода самовыражения и так далее. Но тысячи лет люди жили в жутких условиях. Теперь говорит царь Соломон, смотри, он говорит, если уже это человек раб, и он... Тут, смотрите, очень здесь такая непонятная немного история, потому что есть, например, вот евреисти народ, да, евреи. Евреи, да я черных очень люблю. Вот кто черный, я тоже черный в душе, я тоже надеюсь за анекдот. Не анекдот, а как идея такая, что если человек может выбирать себе пол, и мужчина может стать женщиной, женщина может стать мужчиной, и сейчас очень много правозащитников борются за это, то почему человек не может выбрать себе цвет? То есть я, например, себя чувствую черным. Почему я считаете, что если я чувствую себя черным, я черный? Я и танцую хорошо, и бегаю, и двигаюсь, понятно. Теперь дальше. Я ни в коем случае не против черных. Я... Сейчас мы изучаем, что имел в виду царь Соломон 3000 лет назад, когда говорил, что словами невозможно исправить раба, потому что он понимает, но не отвечает. Значит, в терминологии того времени, хотя еще раз, вот я хочу подчеркнуть один исторический факт. Значит, еврейский народ возник в 4000 лет назад, в семье был такой Авраам, у него был сын Ицхак, у него был сын Яков, который получил от Бога имя Исраэль. Дальше Бне Исраэль, сыновья Исраэля, у него было 12 сыновей, они одного брата, из-за того, что этот брат, они подозревали, что он хочет им сделать зло, убить их хочет и так далее, они из подозрения опередили, действовали на опережение. Да, есть такой закон, что если кто-то хочет убить тебя, то ты должен встать пораньше утром и убить его. То есть, ты не должен ждать, пока он тебя убьет, а действовать на опережение. Так вот, братья продали из-за подозрения, они хотели его убить, потом подумали, нет, мы его лучше продадим. И они его продали в рабство в Египет. Он был 12 лет рабом в Египте, Иосиф, и потом его вытащил фараон из тюрьмы, его абсолютно, ну, как бы, он же не был по рождению рабом, его просто украли и продали в рабство. И вытащили, фараон его вытащил из тюрьмы, он расшифровал фараону сон, дал хороший совет, и фараон поставил его премьер-министром. И он вызвал свою семью, и евреи пришли по приглашению фараона, пришли в Египет как свободные люди, которые в Египте заняли очень такое хорошее положение, как часто бывает в Америте там или еще где-то. Евреи работают, стараются, думают и так далее. Прошло после этого, как умер Иосиф, прошло где-то около, меньше чем 200 лет, и встал новый фараон над Египтом, и он говорит, смотрите, а что-то евреи здесь живут, да? Они стали сильнее, чем мы, то есть евреи стали, очень занимали хорошие посты, зарабатывали хорошие деньги. И сказал фараон новый, евреи стали сильнее, чем мы, и вдруг будет война, они присоединятся к нашим врагам. Это прямо в Торе написано, это причина, с которой фараон обратился к своему народу, к египтянам, и давайте их перехитрим, сказал фараон, давайте их перехитрим, и пригласим их как бы вместе на работы такие, знаете как, субботник такой, да? Давайте сейчас построим субботник за Египет, за то, а потом их, просто их закрыли в ладеря и сделали рабами. То есть евреи в египтяне, они, как сказать, забрали в рабство абсолютно нечестно и безосновательно. Но так было принято в древнем мире, что тот, кто сильнее, он и был прав. То есть не было в древнем мире никаких там демократий и так далее. То есть если мы почитаем, когда конкистадоры, испанцы, когда они высадились в Америку, и там были вот эти инки, ацтеки, и вы почитаете Кортес, Кортесового воспоминания, как у них были человеческие жертвоприношения. Каждый день в этом храме у инков, у ацтеков 200 человек приносили в жертву, им сердце живым вырывали. И он говорит, вообще что за люди эти инки, ацтеки, а они кого убивали, рабов они убивали. То есть было у них тоже рабство. Теперь говорит царь Соломон, сейчас мы не будем вдаваться в то, по какой причине кто-то раб. В древнем мире рабы это были на уровне животных, то есть это были угнетаемые люди, которые абсолютно, у них не было никаких прав, ни человеческих, ни вообще никаких прав. И говорит царь Соломон такую вещь, это он пророк, он был верующий, если вы притчи до этого читали, он точно за добро, за свободу, за любовь, за все. Он говорит, смотрите, словами невозможно исправить раба. То есть если человек находится на вот этом вот уровне развития, помните была, если кто помнит, такая книга «Золотой теленок», написал ее Ильфа Петров. И в «Золотом теленке» был такой персонаж Шура Балаганов. Шура Балаганов такой был персонаж, который был на очень низком уровне развития. Он думал, что земля плоская, он в это верил. И его жизнь, она крутилась в формате, что нужно кого-то обмануть, что-то украсть, обмануть, украсть. Земля плоская, вот у него была такая модель мира. И когда, значит, была такая у него модель мира, когда потом Остап Бендер, который был такой мечтатель, который мечтал о великих каких-то там достижениях и так далее, то Остап Бендер, он ему подарил в конце, когда он уже достиг своего этого «Золотого телца», и он подарил Шуре Балаганову 50 тысяч рублей, то есть огромная сумма. И Шура Балаганов ехал в трамвае с 50 тысячами рублей, и он не смог сдержаться, он украл у какой-то женщины кошелек, в котором был один рубль. Рубль 30 копеек там было написано. И он украл. То есть, и он не понимал, зачем он это сделал. У него 50 тысяч лежит, ему только что подарили, и он украл, и его посадили в тюрьму. Это как раз иллюстрация того, что тот, кого называют царь Соломон рабом, то есть это был некий уровень людей, которые не по своей воле, но так получилось, что их воспитали на уровне развития как животных. Когда ты ему объясняешь, что ты свободен, то он не хочет быть свободен, он не будет свободен. Это как в 861 году в России отменили крепостное право, а они еще там до 1900 какого-то года, они говорят, мы не хотим никуда идти, мы привыкли, вот вы наши хозяева, значит живите и все. Теперь говорит царь Соломон, что если человек находится на уровне вот такого раба, его словами не исправишь. Он понимает, но нет отклика. То есть есть такие люди, вот ему объясняешь, понятно, понятно, а отклика нет, вообще никакого нет отклика. И интересно, что здесь было до этого про воспитание, было до этого про воспитание. И значит ребенок, если ребенку ты объясняешь только и не задействуешь эмоциональную сферу, хотя сегодня это звучит странно, но мы учили, что царь Соломон, например, в предыдущих были отрывки, он советует подростков, он жестко советует воспитывать, потому что подросток он сам собой не управляет. У него интеллектуальная часть не управляет его эмоциональной и двигательной частью. И обязательно нужно ставить в жесткие рамки. А Эвет, который, ну это самый низкий уровень развития, это люди, которые ничего не знали, ни про мир, ни про что, то им объясняй, что ты свободен, а он вообще не понимает, нет отклика. Хорошо. Двадцатый отрывок. Двадцатый отрывок нам царь Соломон показывает еще другую сторону человеческой натуры. И он показывает, вот смотрите, значит, тут он показал, что раб это человек с самого низкого уровня развития интеллектуального, то ему объясняй, не объясняй, он не поймет, отклика не будет. Дальше двадцатый отрывок. Хазита иш ацбидварав. Видел ты человека быстрого в своих словах. Значит, у Ксиля, Ксиль это, я сейчас объясню, кто такой Ксиль, это грешник по вожделению, у него больше надежды, чем у этого быстрого, быстроговорящего. Значит, смотрите, значит, человек есть, у каждого человека есть его модель мира, его картина мира, в которой он живет. И я сейчас не буду говорить, что у кого-то есть правильная картина мира, у кого-то неправильная. Все живут в субъективной картине мира, в модели мира, которая возникла у каждого на базе каких-то рассказов, непроверенных абсолютно людей, которые слышали то, что они рассказывали от других людей. То есть, если спросить человека, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, это все абстрактные понятия, которые человеку объяснили, пока он был кроха, сын к отцу пришел и спросил о кроха. И дальше человек живет вот этот, он уже не кроха, ему уже там 40-50 лет, но он живет в какой-то вот своей модели мира. Рассказываю вчерашний пример. Идем мы с моим другом на шаббат в городе Аждот, идем мы в синагогу. Идем мы в синагогу, значит, и навстречу идет к нам еврей, такой лет 50, лет 50, шаббат, он с телефоном, тут девушка молодая с ним вместе, а он лет 50, ему с таким телефоном идет, идет, разговаривает в спортивном костюме. Мой друг, религиозный еврей, в таком, он, знаете, он такой, как раввины одеваются, в такой шляпе, в таком черном костюме, знаете. Он ему говорит, эй, говорит, он его знал, это его как бы такой приятель, он говорит ему, синагога в другую сторону, сегодня суббота, давай иди в синагогу, он ему говорит. Тот говорит ему, сразу такой телефон отключает, говорит, послушай, говорит, у меня Бог в сердце, у меня Бог в сердце, и Бог меня, значит, знает, что мне лучше идти на море, а не в синагогу. Этот ему говорит, нет, ты выдумал, говорит, своего Бога, который у тебя в сердце, ты выдумал своего Бога, и ты выдумал, что он от тебя хочет. В Торе написано, что Бог хочет от еврея, суббота, это синагога, все. Так они поговорили буквально несколько минут, но так по дружести, но суть была разговора в том, что тот абсолютно уверенно, однозначно рассказал, что Бог у него в сердце, и что Бог от него хочет. Откуда он взял эту идею? Он ее выдумал, придумал, услышал, но он в нее верит, он в нее очень сильно верит. Вот это то, что в 20-м отрывке написано, Хазита Иш Ацбедварав, видел ты человека быстрого в своих словах, который уверенно, не думая, вот он так, так он в это верит. У Ксиля, у грешника по вожделению, надежды вернуться к Богу больше, чем у него. Кто такой грешник по вожделению? Грешник по вожделению, это человек, который изучил, изучил, что есть стора, есть пророки, послушал пару уроков, послушал, почитал, значит, история, да, как это было, вникнул в вопрос, и он понимает, действительно, действительно, есть стора. Машера Бену Моисей получил на горе Синай это знание. Действительно, если соблюдать заповеди, то ты получаешь шанс соединиться с Богом и получить вечную жизнь. То есть человек, он вник в эту всю историю и понял, что для него намного выгоднее, намного выгоднее, и даже просто с точки зрения выгоды соблюдать божественные заповеди и духовные законы, чем жить просто как животное, непонятно как кто. Но он говорит себе такую фразу, знаете, говорит, да, я понимаю, что это правда, да, я понимаю, что есть Бог, да, я понимаю, что есть заповеди, но я не могу совладать со своими желаниями. Я грешник по вожделению, то есть мне хочется, вот сейчас на море, ну хочется мне, ну не хочу я в Синагогу, ну мне не нравится там. Ну я понимаю, что мне лучше было бы сидеть в Синагоге, но мне там не нравится. И он не искажает правду. Он говорит, да, есть Тора, есть книги пророков, есть заповеди, есть добро, которое Бог назвал добром, есть зло, которое Бог назвал злом. Я все это признаю, но я не могу справиться со своими вожделениями. У такого человека есть надежда, когда его вожделение попустит, когда попустит его, вот эти вот его там половые вожделения, или питательные вожделения, или лень его попустит, в этот момент он легко вернется к Богу, потому что он не отрицает того, что есть правда, что есть Бог. Теперь, ну тот, кто уверенно говорит, что Бог у меня в сердце, и мне Бог разрешил все это делать, и вообще, кто сказал, что то, что там Тора, или там, и так далее, это правда. Нет, у такого человека нет шансов. Понятная идея? Вот это 20-й отрывок. Значит, 19-й отрывок нам говорит, что словами, интеллектуальными объяснениями человека-раба не исправить. Почему? Потому что он это, даже он поймет, но он не понимает, зачем это и о чем это. То есть он находится на уровне только работа, да, только вот работа, работа, работа и реализация своих минимальных таких вот физиологических потребностей. Дальше. Если человек умный, то если он умный и при этом быстро, уверенно рассказывающий, то у него нет надежды, потому что он верит в какую-то свою идею, и эта его идея, которая родилась в его голове, на базе каких-то отрывочных знаний, непонятно вообще, откуда эти случайные знания взялись. Значит, сейчас, секундочку, вот Мария Снилик очень правильно написала, я сейчас на это отреагирую. Смотрите. Значит, еще раз. Если человек верит в правильную вещь, но не может ее делать, у него есть шанс когда-нибудь начать ее делать. Если человек не верит в правильную вещь или верит в вещь неправильную, то у него нету шансов. Когда написала сейчас одна девушка одну фразу, которую я сказал своему другу, когда мы отошли чуть подальше. Я ему говорю, вот как жалко этого человека, который, он идет-то на море, у него с бизнесом все хорошо, у него есть деньги. У Бога единственный способ до него достучаться, сделать ему какую-то проблему. Потому что людей, не верующих, в падающем самолете нет. Нет ни одного атеиста в падающем самолете. Когда самолет начинает падать или его начинает сильно трясти, молиться Богу начинают все. Просить, чувствовать, умолять. Все. И теперь получается, что если человек, Бог хочет до кого-то достучаться, до такого дурака, который не в состоянии понять, что мир, он сотворен Богом по определенным правилам, тогда у Бога остается единственный способ. Если он до этого человека хочет достучаться, то он делает ему проблему. Он его садит в падающий самолет, у него отпадает нога какая-нибудь там, или рука. И он в момент, когда ему плохо, он тогда вдруг, вау, кричит, Господи, помоги, спаси, хоть что-то сделай. Как не выйти из этого тупика? Все начинают плакать. Все начинают просить. И Бог, он тогда человеку открывает. Открывает ему ворота. И, значит, есть известная история, как один упал в пропасть. И он, значит, когда он упал в пропасть, он зацепился за ветку. И он висит на этой ветке, и у него уже сил нету, внизу пропасть. И он кричит прям, Господи, я тебя прошу, пожалуйста, спаси меня. Я тебя прошу, спаси меня. Я буду верующим. Я все, что надо, буду делать. Вообще все. Добро. Людям помогать. Буду добрым. Молиться, учиться, все буду делать. Только спаси меня, спаси меня. И тут сверху раздается голос такой. Да, я услышал тебя. Хорошо, отпускай руть, я тебя спасу. Он такой. Может, там еще кто-то есть? Кричит. Может, еще кто-то есть? То есть страшно. Страшно человеку, который... А есть другой еще анекдот на эту тему, который показывает, как оно работает. Значит, один человек опаздывал на встречу, на очень важную для него встречу. И он опаздывал. Вот он понимает, что если он сейчас не запаркуется возле этого офисного центра, то тогда те люди, которые его ждали, с ним больше дела иметь не будут. Его предупредили, что если к ним опоздать, они сразу же понимают, что этот человек ненадежный. И он буквально за две минуты до встречи, он подъезжает к входу в офисный центр, и он мог бы успеть, но нет ни одного места на парковке. А сзади ему сигналят. И он сидит вот так вот за руль держится, и говорит, господи, я тебя прошу, сделай для меня чудо, сделай что-нибудь. Я тебя умоляю, чтобы я успел на эту встречу. Может, они опоздают, может, что-то. Ну, я тебя прошу, помоги. И я буду хорошим, я буду все делать, только помоги. Значит, и тут он опускает глаза, смотрит, значит, смотрит, отъезжает прямо машина, вот тут вот справа стояла машина, она отъезжает, освобождается место. Он туда ныряет, выключает двигатель, говорит, «Ух, спасибо, не надо, я сам, я сам, я такой красавчик, я сам справился». Вот. Теперь давайте, ну, то есть, как бы пожелание, хорошее пожелание. Не надо ждать, что будут сложности и проблемы от нарушения духовных законов. Нужно реально благодарить Бога, просить Бога, молиться Ему, и делать добро. Делать добро, то есть, есть единое общее. Кто сомневается, по какой, значит, дороге идти к Богу, дорог много, а истина, она, как бы, божественная, она одна. И вы посмотрите, что все религии в добре, в добре, в том, что есть создатель мира, творец мира. То есть, есть создатель, творец, и это факт, это факт. И нужно делать добро. Все, удачи, успехов всем, хорошего дня. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok